Питца церкви впервые. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Было глубоко? Было глубоко. И я вижу, что вы принимаете это, что это спускается в ваши сердца, что вы слышите, что вы внимаете. И как Писание говорит, не разумом, да, не силою, но Духом Святым. Пожалуйста, не пытайтесь сами себя исцелить. Не пытайтесь сами себя починить. Это просто стресса вам добавит. Позвольте Богу это сделать. То, что я вам пытаюсь сказать, что Он допустит какие-то вещи в вашей жизни которые будут будоражить вот эти переживания, вот эти эмоции в нашей жизни. И когда вот это проявится, тогда вам надо будет разобраться с этим. Тогда вам надо научиться будет правильно реагировать. И сказать, Бог, you know, why did I have such a big reaction? Why is this hurting me so much? Why am I so angry? И давайте тогда, когда это случается, самому себе такой вопрос. Бог, почему я так отреагировал? Бог, почему столько гнева проявилось? Почему это так важно для меня, хотя ситуация незначительная? Это ключевая реакция, это ключ. Вы не доктор, он доктор. Okay? So, he may start doing this in six months. May start tonight. But let him do it. Relax. Well, one of the big things we have to learn is God is capable of working with all of us. And he knows our life, and he knows when the right time for things are. Sometimes God, in his kindness, I think, says, no, this is not a good time. We'll do this in three months. Бог настолько добр, что смотрит на вас и говорит, не, 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 сейчас не время. Я с тобой через три месяца с этим вопросом разберусь. You have enough pressure in your life right now anyway, so... У тебя и так сейчас достаточно давления в своей жизни. Мы попозже к этому вернемся. We'll wait a little while. What you have to do is change your perception of God as your father. Но то, что вам нужно поменять, это принятие по-другому Бога как отца, представление о Боге. И он смотрит на вас с добротой. Это тоже откровение. Иначе мы тогда будем проживать жизнь, представление на сцене. Мы все время будем пытаться выслужиться. И у нас у каждого в голове есть список супердуховных вещей, которые мы считаем, что мы должны делать. И вот если я все эти духовные вещи сделаю, тогда Бог будет добр ко мне. Это неправда. Поэтому задайте себе вопрос, что неправильно с моим образом мышления? Как я пытаюсь сделать представление для Бога? Или почему? Вы просто начните принимать это принятие, ваше принятие от Бога. И это начнет влиять на вас. А потом для вас начнет быть радостью просто служить Ему. Я видел много людей, которые пытались сделать перформанс, знаете, служение такое для Бога. И никакой радости в них не было, когда они делали это. Они рабы были. Просто рабы. Но когда вы принимаете усыновление или удочерение, что вы приняты, вы больше не рабы. Видите? Там радость. Посмотрите на это таким образом. Вы можете родиться в семье случайно. Как часто девушки беременеют не запланировано? Бывает? Ну, бывает же. Но Бог говорит, ты не случайность. Я усыновил тебя. Я принял тебя. Это решение, которое Он принял. Он принял избрать тебя и любить тебя. И наши взаимоотношения с Ним начинаются с осознания и понимания, что Я не случайность в этом мире. Многие из нас так себя чувствуют. Я сирота. Я нежеланный. Потому что в нашей земной жизни мы испытали эти чувства. Я вспомнил, что мой отец очень плохо себя вел по отношению к моей старшей сестре. Он не желал ее. И он очень много грубых и жестоких вещей говорил в ее адрес. И он всегда нам говорил, стукнет 18, вон из моего дома. Вы покинете мой дом. Я слышал это всю свою сознательную жизнь. Я считал, что это нормально. Ну, 18, и значит, ты свободная птица, все закончено, ты вольный, сам по себе. Но это не то, чего хотелось бы. Я со своими детьми говорю, так, никогда не уезжайте, будьте со мной всегда. Но если ты считаешь, что тебе нужно уехать, и это будет лучше для тебя, я желаю лучшего, ну, ты можешь ехать. И по благодати Божией мой сын живет один рядом со мной. Он рядом со мной в Калифорнии, дочка в Нью-Йорке. И потом у меня еще есть сын, который в Великобритании живет. Достаточно далеко. Но он все еще желанный. И любимый, понимаете? Когда Бог смотрит на вас, он говорит, я усыновил вас, я принял вас, я пожелал вас. Избрал вас. Какова самая большая боль, рана, которая мешает почувствовать, что мы приняты, любимы, и что Бог нас усыновил? Я на ретрите пару дней назад делился тем, как я был пастырем, и как люди не хотели меня больше приглашать. И чему я научился из того? Что если я сделаю какой-то перформанс, какое-то правильное представление, то тогда людям я буду нравиться. Но если я больше не могу дать им желаемого, и если у меня нечего дать людям, тогда меня больше не желают видеть. Все, можно в мусорник вас выбросить. Но реальность заключается в том, что такова жизнь для очень многих людей проходит. Правда? Даже в церквях, к сожалению. Даже в церквях. Как же нам любить людей? Безусловно. Почему? Потому что Бог нас любит, безусловно. Он любит нас полностью. Если мы в падении или если мы с успехом, это не меняет его чувств к нам. Он не может сказать, люби людей безусловно. Но Он любит вас безусловно. Поэтому Он, вернее, и просит вас делать то же самое. Он любит безусловно, поэтому и просит, чтобы мы тоже безусловно любили людей. Он может вас попросить делать только то, что Он сам делает. И наши взаимоотношения с Богом начинаются с того места, которое Библия называет принятием. В Ефесянам первая глава говорит о том, что Мы были сделаны принятыми через Кровь Ишуа. Мы стали принятыми. Вы не приобретаете эту принятость от Бога. Вы ее уже имеете. Вы ее приняли. Поэтому давайте сейчас помолимся и прямо сейчас сделаем это. Закройте глаза и скажите, Отец, я принимаю то, что Ты меня принимаешь. Что я любим Тобой прямо сейчас. Я принят полностью. Я удочерена и усыновлен Тобой. Потому что Ты хотел меня. И Ты любишь меня. И потому что я драгоценен для Тебя. Поэтому я принимаю Твое принятие. Я принимаю Твое принятие. Спасибо, Господь. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя. What happens is, when we've not received the acceptance of God, we look for the approval from people. Знаете, что происходит? Если мы не принимаем принятость от Бога, мы начинаем искать доказательства, что мы приняты людьми. Мы начинаем думать так. О, вот если этот человек меня примет, тогда я ценен. И мы начинаем полагать нашу надежду на людей. Это то, что молодые девчонки делают, когда полагаются на парней. Я хочу быть желанной. Я хочу быть ценной или важной для Него. Я хочу, чтобы кто-то нуждался во мне. Знакома девушке. Amen? I mean, that's the number one thing you're saying in your heart. This is what I want. Это же первое, что вы говорите в своем сердце. Я хочу быть принятой. And we look in the wrong place. You can only get that from God. Но вы можете получить это только от Бога. You can only get that from God. Otherwise, you're going to be disappointed. You're going to be hurt. Because no person can ever love you perfectly. Потому что ни одна личность на земле не может любить вас совершенно. Но когда вы принимаете свою принятость и важность и ценность от Бога, тогда у вас могут быть хорошие взаимоотношения, построенные с парнем или с девушкой. You can have acceptance and love and value through that relationship. Тогда вы можете также принимать принятость и важность и ценность через эти правильные взаимоотношения. And you're at peace that it's not perfect. И у вас покой по поводу того, что оно несовершенно, вот эти земные ваши отношения. Because you receive the perfect love from God. Потому что совершенную любовь вы приняли уже от Отца. But you grow together to have a more meaningful relationship. Но вместе вы уже растете, чтобы иметь больше любви между друг другом. So I spend a lot of my life, you know, teaching young adults. Большинство своей жизни я посвятил тому, чтобы учить молодых людей. So I always tell the girls what to look for in a guy. И я всегда учу девушек, что нужно искать в парнях. This is what you look for. Вот, что вы должны искать. Is he growing? Растет ли он? That's it. The one thing. Anything else is fine. But the only important thing is, is this a person who is growing? Are they teachable? If they're not teachable now? If they're not growing now? What's going to happen when you're in a relationship? It's only a matter of time, where you become the enemy. It's only a matter of time, where you become the enemy. Because you now are the one who's trying to change me. Потому что, ага, ты вот тот, который пытается поменять меня. Right? И вы начинаете врагами быть друг к другу. Или вы живете вместе, но у вас жуткие отношения, или у вас разрыв. Я женат уже 37 лет. Два несовершенных человека. Помните, я говорил, насколько я сломленным был? Что это вам говорит? У меня хорошая жена. Потому что она оставалась доброй ко мне, даже несмотря на то, что я был не добр к ней. Но знаете, что я сделал правильно? Я был человеком, который все еще рос и развивался. Я человек был, который желал учиться. Но это заняло просто долгий период времени. Поэтому, если вы ищите отношения, чего хотеть в них, чтобы второй человек рос. Чтобы его можно было научить. Чтобы он принимал власть Бога и Библии. Тогда вы можете расти вместе. И это очень важная вещь. Потому что мы все женим неправильными людьми. Мы женаты на несовершенных людях. И цель супружества заключается в том, чтобы помогать друг другу на долгом длинном этом пути. Мы помогаем друг другу расти, поддерживаем друг друга. Два сломленных человека, два несовершенных человека. И самое большое призвание в жизни — это идти рука об руку с этим человеком по вашему путешествию жизни. Потому что этот человек, которого ты ранить будешь больше всего и любить, которого будешь больше всего. Это человек, который разочарует тебя больше всего в жизни, но и тот, который будет всегда рядом с тобой. Такова цель супружества. Взять и пройти вместе это путешествие, этот путь. Взять и пройти вместе. Я бы женился лучше на трех глазом, был бы я девушкой или парнем, но готовым к обучению человеком, чем выглядящим, как на журнале, красивым, но который ничего не хочет знать и учиться. Кто уже немного женат или замужем? Как многие из вас замечали, что вы уже не смотрите, как выглядит человек, вы просто видите личность. Вы на самом деле начинаете видеть внутренность человека. Для вас это имеет смысл, то, что я говорю? Вопросы есть? Нет, они имеют смысл. Есть какие-то непонимания, того, о чем говорю? Это хорошо? Все очень просто. Все просто, но оно по-настоящему. Вы видите, как это все имеет влияние на наше построение взаимоотношений с Отцом? Может, вы молитесь и говорите, Господь, я хочу иметь более глубокие взаимоотношения с Тобой. Бог этого хочет больше, чем вы говорите. Это зависит от ваших способностей принять это. Для некоторых из вас сегодня, может быть, придет время сказать, Господь, я перестаю для тебя делать представление. Я не говорю о том, что вы перестаете все делать для него. Это не то, что вы делаете, это то, почему вы делаете это для Бога. Да? Вы не делаете, чтобы впечатлить Бога, чтобы Он принял вас или чтобы наказал вас. Потому что вы уже приняли Его принятие. Потом вы начинаете понимать, что вы усыновлены, вы часть семьи. Он посмотрит на меня и говорит, я хочу иметь с тобой взаимоотношения. Бог смотрит на вас и говорит, я хочу иметь с тобой взаимоотношения. Хорошо, так что вы должны думать о том, что вы должны... Я закончу. Так что вы должны думать о людях, у которых в вашей жизни вы потерялись. У которых есть власть, которые находятся в вашей жизни, и они ранили вас. Потому что если нам нужно принятие, чтобы иметь ценность, значимость, и если мы идем к неправильным людям, чтобы получить это принятие, мы получаем раны и мы разочаровываемся. Да? Вы понимаете, что я говорю? Это понятно? Так что вы должны думать о том, что какие-то моменты в моей жизни, когда я смотрю на людей, чтобы взаимоотношение, я не получал, и теперь я не был поврежден, и это влияет, как я вижу Бога. И вы приходите к такому пониманию, что да, вы искали это чувство принятости от людей, вы получили разочарование, и это повлияло на то, как вы строите взаимоотношения с Богом. Видите, если вы живете ради людей, ища в них доказательства своей ценности, тогда вы умрете, когда вы от них не получите этого. Повторю еще раз. Если вы живете, чтобы некоторые люди оценили или показали, что вы значимы, чтобы вы начали хорошо сами себя чувствовать, то когда этого не произойдет, у вас будет кризис. И станет только хуже. Проблема заключается в том, что мы ожидаем от людей то, что можем получить только от Бога. То же самое, что я говорил по поводу супружества. Мы иногда ожидаем от своих мужей и жен то, что только Бог нам может дать. И потом мы разочаровываемся, и нам больно. Но то же самое мы можем делать по отношению к нашим духовным лидерам. По отношению, может быть, к вашей земной маме или папе, родителям. И вы все еще ожидаете этой любви, чтобы доказать себе, что вы любимый. И вы не получаете ее. И тогда у вас проблема. Что нам необходимо делать, это, во-первых, бежать к Господу. Иначе мы будем видеть Бога, как мы видим этих людей. И я говорю о том, что это не то, что сознательное поведение, это на уровне подсознания работает. Вы приходите в церковь и поете, Бог благ. А потом идете домой и не чувствуете того, что Бог благ. И у вас депрессия, и вам тяжело, и вы страдаете, и боретесь. И потом все, что случается в жизни, вы интерпретируете так. Что-нибудь хорошее случилось. О, значит, я сделал все правильно, Бог благ ко мне, так добр сегодня. Если что-то плохое, значит, заслужил, заработал, Бог не благ сегодня ко мне. Кто из вас был на моей лекции вчера? На втором этаже. Для тех, кто не был, повторю историю одну. Где-то семь лет назад я обнаружил опухоль на своей руке. Короче, давно, восемь, девять это лет назад. Лет девять это назад было, через два года я пошел к доктору, наконец-то. И они сделали анализы. И они поняли, что у меня рак крови. Это вид лимфомы. И они сказали, у нас есть добрая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что он растет медленно, развивается. Вторая плохая новость в том, что нет лечения этого рака. Потому что обычно лечение есть к агрессивным ракам, которые быстро развиваются, они могут с этим как-то справиться и лечить. Но рак, который у меня, они ничего с ним сделать не могут. Когда это случилось, я был в шоке. И я помню, что я ехал за рулем и видел алкоголика на улице пьющего. Он жил, это он бомж, он жил на улице. И я посмотрел на него и подумал, ты богатый человек. У тебя есть жизнь. А я умираю. И я ничего с этим не могу сделать. И я хотел остановить машину, выскочить и кричать на этого бомжа. И говорить, у тебя есть жизнь. Что ты с ней делаешь? Что ты здесь делаешь, пропивая и трача свои возможности? И для меня заняло какое-то время, чтобы осознать все процессы. И знаете, иногда верующие не самые лучшие люди, с которыми стоит делиться. Когда у вас особенно большие проблемы. Кто понимает, о чем я говорю? Потому что у них сразу так много ответов. Ба-бла-бла-бла, мы должны делать это. И если ты идешь к этому доктору, ты делаешь это. И эта человек проживает за тебя. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Надо, чтобы вот это сделали для тебя. И да-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И что я имею в виду, что их желания, они правильные, ну, хорошие. Но реальность в том, что в большинстве своем они не доверяют Богу. Поэтому если у вас есть проблема, которую люди починить не могут, теперь это кризис в их жизни. Сильно, да? Послушайте, задумайтесь об этом. Теперь это для них кризис, они вам помочь не могут. И поэтому вы поделились с проблемой на всю церковь, и теперь у вас еще большая проблема. Вы даже не хотите ходить в церковь, потому что все пытаются решить твою проблему. Потому что все пытаются решить твою проблему. О, давай еще вот тот помолится за тебя. Он не работает, пошли к нему, он помолится. Давай она за тебя помолится. Слушай, так. Слушай, так. Солененькие огурцы кушай трижды раз в день, а соль выбрасывай через плечо. Все дают тебе советы, как разбираться с твоей проблемой. Я в церкви долго уже, я знаю это. Поэтому никому не рассказал о своей проблеме. Примерно пять-шесть лет молчал. Потому что мне надо было прийти к ответу в своем сердце. На фоне того, как все хотели, желали, что мне делать, что мне не делать, молились за исцеление, не за исцеление. Другими словами, только Бог мне может помочь. Поэтому я благодарен, что вы, конечно, заботитесь обо мне, беспокоитесь обо мне. Но я хочу вас разочаровать. Вы не ответ на мою проблему. Вы слышите, что я вам говорю? Бог ответ на мою проблему. И Он может проговорить мне, Он может помочь мне. Но я поговорил с некоторыми людьми. И раньше я вам говорил. Когда Бог начинает исцелять вас, пойдите и поговорите не со всеми, а с некоторыми людьми, которым вы доверяете. Большая ошибка говорить всем о очень глубоких вещах, процессах вашей жизни. У каждого есть глубокие проблемы в сердце, и нам не надо говорить об этом всем. Нам надо с ними, с этими вопросами поделиться только ближайшими людьми, которым мы доверяем. Два-три достаточно. Два-три достаточно. Я не говорю, что вы не можете вынести это во свет и сказать всем, вы можете. Если у вас есть благодать это сделать, делайте это. Но я говорю вам, что некоторые из вас будут как я. И вам надо чуть больше времени. Вам надо осмыслить эти процессы. Понимаете, о чем говорю? И это нормально. И я осознал, что если я о своей проблеме поговорю со всеми, тогда моя проблема станет моей жизнью. И что все мои диалоги со всем, с кем я буду встречаться, будут только разговоры о моем раке. А я не хочу говорить о своем раке каждый день. Я хочу жить свою жизнь. Я хочу наслаждаться своей жизнью. Я хочу быть благословением для других людей. Я не хочу, чтобы они думали о моих проблемах. Я достаточно думаю сам о своих проблемах. Я не хочу еще другие, чтобы думали об этом больше. И это похоже для многих из нас. Самое лучшее, что вы можете делать, начните помогать другим людям. Когда вы служите другим, ваша проблема уменьшается. И это правда. Это приносит изменения. Вы не служите, потому что вы должны. Вы служите, потому что так вы становитесь свободны. Служите другим людям, потому что это освободит вас. Слушайте, у нас у всех всегда будут проблемы. Но они станут все меньше и меньше. Может, все еще и останутся. Не все проблемы исчезнут мгновенно. Но это нормально. Понимаете, что говорю вам? Это то, как ваше исцеление работает. Если вы проводите все свое время думая, что мне надо исцеление, мне надо исцеление. Ваша проблема все больше и больше становится. Не делайте так. Начните служить другим. Не фокусируйтесь на своей проблеме. Я гарантирую вам, вы и так думаете о ней достаточно. Но пусть будут моменты, и начнется, да придет время, когда Бог будет двигаться в вашем голове и жизни. И вы увидите эти проблемы, этот гнев, те сложности, которые есть у нас. И когда вы увидите это, приходите к Господу и спрашивайте, откуда это пришло? Где его корни? И Бог покажет вам. Он сделает реальными для вас. Он покажет вам. Это было со школы. Вот тогда. Когда вот что-то там произошло. И помните, я говорил, что мой отец был достаточно жесток с моей сестрой. Ты нежеланна. Это самая огромная боль. Я нежеланный. Для меня это была моя проблема. И когда я видел семьи, которые делают что-то приятное для своих детей, я чувствовал себя только хуже. Потому что у меня не было такой семьи, и я не знал своей ценности. И я притворялся, что все хорошо, что все замечательно. И я начал верить, что все хорошо. Но не было хорошо. Когда мой отец говорил, вам восемнадцать стукнет, и вы свободны уходить. Мы больше вас не хотим здесь видеть. Мы сделали свою работу. Уходите. И когда моей сестре исполнилось восемнадцать, знаете, что она получила в подарок от моего отца? Чемодан, чтобы собрать ее вещи и уехать. Это жестоко. Вот тебе чемодан. Ты знаешь что? Моя сестра, слава Богу, свободна от всего этого. Она знает Господа. Да, у нее еще осталась сломленность. У нас у каждого осталась сломленность. Но мой отец, он выдворил ее. Он отпихивался от нее. Это ужасно. Ты нежеланна, ты нежеланна, ты нежеланна. Это все, что он говорил ей. И некоторых из вас точно так же ранили. И в вашем сердце вы думаете, я нежеланна. Но знаете, что замечательное происходит? Бог приходит и удочеряет нас, усыновляет нас. И он показывает, ты желанен. Это настоящее. Я люблю тебя. Тебе не надо делать представление, чтобы быть принятым. Давайте помолимся. И мы продолжим завтра. Это классическая история. Время стал антиох-эпифан. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.